А вот во время урагана в семиэтажке на космонавтов 64А сорвало крышу. Жильцам последнего этажа пришлось любоваться небом прямо из своей квартиры. Вещи и мебель затопило, а стены и пол уже несколько дней сохнут. Ущерб составляет десятки тысяч гривен. Бороться с бедой хозяинам квартиры приходится самостоятельно. Подробности у Ирины Рогозянской. Мы пришли с работы раньше, чем планировали, потому что погода плохая. И решили раньше, чтобы доехать домой. Пришли где-то около пяти часов и увидели, что вот тут у нас люстра была прямо над кроватью. С люстрой течет фонтан воды. 12 октября во время стихии ветер унес крышу над его квартирой. В результате дождь забарабанил сначала по потолку, а после и по паркету. Пока начали там собирать-убирать, вот это все рухнуло и на людей, которые собирали, и на кровать. Кровать вообще в лохмоте рассыпалась. А если бы люди стояли, то, может быть, и погибли бы. Как рассказывают жильцы дома, ситуация произошла из-за того, что строительная компания не выполнила план проекта. Дом должен был выглядеть, как элитное жилье. И вот у нас над потолком должно было быть бетонное перекрытие. Оно есть? Его нет, увидите сами. Справедливости ради стоит отметить, что на следующий день представители компании притащили два слетевших листа кровли и закрыли ими дыру в крыше. Но при первом же порыве ветра история повторится. А из-за некачественного перекрытия в квартире очень холодно. Самое страшное, что в таких условиях семье Вячеслава придется жить минимум до вторника. Как людям дальше жить? Причем температура такая, что и в Куркин не холодно. Возвращается в ЖЭКе. Вот дело ЖЭК вчера их выручил и делал все возможное для того, чтобы не было видно небо через крышу. Тут должно быть бетонное перекрытие, а его нет. Почему так? Бетонное перекрытие там должно быть? Да, вот я вижу. Девушка, приходите во вторник на прием в ЖЭКе. Мы с вами поговорим, ну по телефону вы видите, я этого не вижу. Ну разве так можно? А сегодня у вас не рабочий день? В квартире вздулись обои и паркет. Испорчена мебель, а в потолке зияет огромная дыра. По словам Вячеслава, ущерб составляет минимум 30 тысяч гривен. Но самое худшее, даже если все удастся восстановить своими силами, история может повториться вновь. Без бетонного перекрытия их квартира практически никак не защищена.